Мы с вами продолжаем говорить о вхождении в свою цель, то есть стремлении к своей цели жизни. Многие люди позволяют другим людям мешать им войти в свое. Нельзя. Нельзя. Когда Бог призывает тебя к чему-то, Он знает, что будут препятствия, проблемы, недовольные, препятствия, трагедии, всякие удары в жизни. Но это не дает тебе причину, чтобы не входить в свое. Скажи да, Аминь. Я всегда говорю, нельзя дать дьяволу такой подарок, чтобы он помещал тебе войти в свое. Когда я однажды слышал проповедь одного проповедника, я слушаю многих проповедников. Не, неправда. Я не многих, но много, но немногих. Это понятно, да? То есть я не многих слушаю, но я много слушаю тех, кого я слушаю. И вот мне понравилось, как он однажды говорил, он задал вопрос такой. Он сказал, я помолился за человека, и человек не исселился. И он задал вопрос классу библейской школы. Как вы думаете, кто виноват, почему человек не исселился? И все сказали, дьявол! А он аж разозлился. Вы знаете, такой, прямо злой проповедник. Он сказал, не дайте дьяволу такое повышение. Он не способен остановить силу Божию. Скажи да, Аминь. Дьявол не способен на это. Дьявол, у него нет ничего, чем он мог бы выключить силу Божию. И поэтому он сказал, виновен я. Он говорит, я беру ответственность. Но дьявол такой полномочий он не имеет. Поэтому помните, дьявол не имеет ни силы, ни способности остановить Бога в вашей жизни. Только вы можете. Так, можно я добавлю еще? Если дьявол не может остановить, то и другие люди не могут остановить. Часто, когда мы говорим, люди мешали мне, мы имеем в виду, когда люди были против, я поддался. Вот что мы имеем в виду на самом деле. Если мы не поддаемся, то люди не повлияют. Поэтому Павел говорит филиппинцам, которые мы с вами говорили, третьей главы. На прошлой неделе мы начали. Он сказал, я стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Павел не жил в жизни, лишь бы он к чему-то бежал. Вы знаете, как скучно, когда ты в никуда идешь. Оно очень пусто. Я часто вижу людей, которые никуда не идут. Пустая жизнь. Главное занятие, обсуждать других людей. Критиковать кого-то еще. Сказать, зачем они заняты. Пустые, бесполезные, трагично заканчивающиеся и потенциал, и жизнь. Расскажите, когда я называю слово трагично, сразу вы думаете, что означает смерть. Физически нет. Смерть физически, она плохая очень. Но если смерть – потенциал, призвание, это тоже трагедия, не меньше. И поэтому не живи пустую жизнь. Да ладно, я хотел быстро, я хочу нормальную жизнь, но мне нужно, чтобы жена мне дала разрешение, и муж дал разрешение, и дети, и родители. Оно не зависит от них. Оно от них мало зависит. В какой-то степени зависит, но немного. Поэтому я очень желаю, чтобы мы все вошли в свое призвание. Цель своей жизни. Скажите Амин. И вот, когда я изучал Библию, я увидел человека, который прошел через всего. Через что может проходить человек. И попал в свою цель жизни. И он сделался. Прадедушка Господа Иисуса Христа. Он сделался величайшим царем Израиля всех времен. И когда вы читаете Библию, все считается до Давида и после Давида. Он центр. И даже Бог его назвал «человек по моему сердцу». Я знаю, что многие люди учат, что Давид был человеком по сердцу Божьему, потому что он умел петь. Ну, я вам скажу, я видел много поющих людей сегодня, которые вообще ничего общего с Божьим сердцем не имели. И не имеют, и быстрее вы сегодня когда-нибудь не имеете. Вы видели таких? Если бы прославление, кто поет, это ключ, то проповедники через короткое время мы все сели, а поющие все бы сделали. Дело не в этом. Вы меня слышите кто-нибудь? Значит, конечно, слава Богу за поклонение. Слава Богу за прославление. Я люблю поклонение. Вот мне понравилась песня. Это одна из моих любимых песен. Когда я на курседе особенно, вот эта песня, она мне как-то, даже если я как-то себе в унине, когда я ее слышу, я как-то оживляюсь. У каждого свои песни. Но поверьте, что есть много людей, которые умеют петь, но они ни в сердце, ни по сердцу Божьему вообще ни капелка. Поэтому это не в пении Давида. Вы меня простите, если вы так базировали ваше учение только на это. Это имеет место. Скажите амин. Я верю, что одно из главных, одно из главных качества Давида, это две вещи. Первое, он Бога любил. Два, он имел цели, куда-то шел. Давид очень любил Бога. И пение не единственный метод выражения любви к Богу. И два, у него была цель, он куда-то шел. Давид пусто, не жил. И Бог желает, чтобы мы с вами были людьми, которые любят Бога и идут вперед к цели. И поэтому давайте мы начнем рассматривать жизни Давида. Первый раз, когда мы встречаем Давида, вообще-то, первый раз, когда упоминаются о нем в Библии, сегодня мы успеем рассматривать только одну главу, 16 глава 1 книги Царства. Это мы там встречаем Давида. Первые книги Царства, 16 глава. В это время у Бога проблема с царем Саулом. Они там поссорились, имеется в виду, Саул непослушен, там Бог ему говорит, убивай все Амаликидьяна, а он не убил, он там сохранил тучные эти... Короче, они с Богом не нашли общий язык. И Бог, Самуил ходатайствует за Самуила, за Саула, молится за него, плачет за него, и печален он за него. И Бог приходит к Самуилу. Сначала Бог вообще ничего не говорил, но однажды пришел и сказал Господь, первый стих, 16 главы 1 царства, «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг?» Смотрите, Самуил печален. И Бог это заметил. Знаете ли вы, что можно с Богом так дружить, что и твое настроение на небе зафиксировано? Вы представляете? Сколько людей на земле были печалены в это время? А Бог-то его особо не трогал. Но печаль одного человека на небе была зарегистрирована. Я всегда думал, если Самуил жил в Ветхом Завете, и он жил в Ветхом Завете, он не был рожден свыше, как мы, он не был Божьим дитем, но состояние его души Бог-Отец, Творец неба и земли, увидел. Это значит, и твое состояние души и сердца, тем более в Новом Завете, Бог видит. Скажите, Бог видит состояние моей души? Когда я это увидел, я обрадовался. Оказывается, иногда мне кажется, что Бог не видит, а он видит. Самуил печален, он сидит, он грустит о Сауле, и Бог говорит, да Коли, хватит, остановись. Я его отверг в любом случае. И он говорит, чтобы он не был царем над Израилем. Теперь наполни рог твой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Иесию, в Эфилиемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И там, конечно же, Самуил запереживал, что Саул узнает и убьет. Вы знаете, когда признак того, что ты отсоединился от Бога, или по-другому, уверенность твоя ушла. И это когда люди боятся, что ты их уничтожишь. Вы знаете, когда Самуил говорит, если Саула узнает, он меня убьет. Когда Самуил помазал Саула на царя, как вы думаете, Самуил переживал бы за Саула, что он его убьет? Нет. Но дошло до такого, что теперь даже пророк Самуил боится, что Сауль его может убить. Я всегда говорю так, когда ты наполнен духом, ты добрый, ты хороший, скажи да, аминь. Когда ты в своем месте, у тебя уверенность, у тебя такой мир. Но как только ты не наполнен духом, ты не на своем месте, ты терял связь с Богом, злость какая-то приходит. Когда, знаете, как человек меняется. Вы такое видели, когда не буду в жизни? А я видел. Так не хочется это видеть, но видел. Человек меняется. в случае Сауля, это такое в жизни сразу поменялся. А некоторые меняются со дня на день. Вы знаете, когда все хорошо, до обеда он хороший, а после обеда все нехорошо, он поменялся. И поэтому я всегда себе говорю, Боже, если я настолько уже не уверен, что меня боятся, в том смысле, как Сауль, что уничтожит, это нехорошее положение. Маленькая подсказка. Если где-то кто-то тебя боится, что ты слишком злой уже, с тобой, если ты улюбнешься, люди славят Бога, что-то с тобой уже давно не то. Потому что люди переживают, если не улюбнется, сейчас как откроет рот, и нам всем места нет. Знаете, есть такие люди, которые все наблюдают за них, он улыбается или нет. А знаете, какой хорошей позиции? Улыбайся, но улыбайся, люди все равно уверены, что от тебя копию не ожидают. Вы понимаете, да? И вот, мне нравится, как тут речь идет между Богом и Самуилом. Первое. Призвание Давида первое озвучено Богом не Давиду, а Самуилу. Всегда, когда Бог призывает, нет такого, что это я знаю и Бог, больше никто не знает, неправда. Настоящее призвание от Бога. Бог всегда даст другим призванным знать А, ради подтверждения, Б, ради твоего вдохновения, В, ради того, чтобы они тебе помогли. Большинство призванных людей, они даже об этом не подозревают, это посторонние замечают и знают. Давид, в это время, я даже не знаю, где он. Он где играет за себе, он пасет овец, где-то себе прыгает, и Бог и Самуил разговаривает о нем, а он не знает. Вы представляете, что когда уже Бог потом тебе говорит, что я тебя призвал, уже разговоры о тебе шли много везде. И поэтому, когда я это понимаю, ободрение ко мне приходит, что раньше, чем Бог пришел и сказал, Генри, остановись, ночная церковь, победа, обо мне он вел переговоры на многих станциях без меня. Он проверил, он уточнил, и он решил. Поэтому, если какая-то торча придет через 10 лет и скажет, и не призван, нечего обращать внимание на такие глупые слова. Будет меня слышать? Ведь разговоры Бог вел везде, повсюду, раньше он ко мне пришел. И поэтому Елиав там недоволен, что ты сюда пришел, ты гордый. Бесполезные слова. Бог решил без тебя, Елиав, гораздо раньше. И твое мнение не влияет на призвание Божие, которое он решил. Знаете, если бы влияние, мнение людей влияло на наше призвание, я здесь бы не стоял, не проповедовал вам. Ваше мнение меня превратило бы в лягушку или в катаракан. Вот раньше я не понимал, я настолько обращал внимание на мнение людей. Почему-то я думал, что Бог на это обращает внимание. Потом ко мне, когда дошло, что если бы Бог обращал внимание на мнение людей в живых давно бы не был. И ты тоже, никто из вас не был бы в живых. Даже если только взять мнение сидящих в этом зале, большинство здесь сидящих не было бы в живых. Церковные люди, они сидят в зале улыбаясь тебе, аллилуйя, кричат, а внутри у них был бы праздник большой, если бы тебя не стало. Слава Богу, что его мнение от людей не зависит. Скажите со мной, Божье мнение обо мне. Скажи, не зависит от других людей. Скажите Аминь. Так, давайте посмотрим. Но когда мы говорим Божье мнение не зависит от мнения других людей, есть границы. Смотрите, где границы. Почитай отца и мат. Так, зачем? Чтобы тебе было благо. То есть, если ты унижаешь маму, папу, обзываешь, все прочее, и они начнут плакать от тебя, их боль повлияет на твою судьбу. Негативно. Кто не будет меня слышит? Или, младшие, повинуйтесь пастырям вашим, Господи, да, чтобы они не воздыхали. Вам это не полезно. То есть, пастыр тебя любит, и он начнет воздыхать от тебя, то, что начинается портиться, твоя жизнь начинается. Получается, но я не называю это мнением пастыра, а просто его, вот это внутреннее воздыхание на тебя влияет. Поэтому я специально это говорю, чтобы вы не были слишком независимы. Знаете, когда скажешь, мнение людей на тебя не влияет, они начнут разойтись, и не понимая, что могут на пути сами себя же мешать. И поэтому есть некоторые люди, на ваше место я бы себе решил, какие люди влияют на мнение Божие обо мне, их зафиксировать. И стараться этих людей никогда не задевать. Все сказали Аминь. Потому что этих я лючих не трогаю. Когда мой папа что-то говорит, знаете, когда я общаюсь с моим отцом, много того, что он говорит, мне не нравится. Но я знаю, что если я не даю Бог, сейчас начну его, как называется, ругать, унижать, то моей жизни хорошо не будет. Когда моя мама начинает плакать ни про что, ни за что, я говорю, мама, не надо плакать. Если она хочет плакать, я выхожу, вернусь, когда она закончит, чтобы не осуждать ничего плохого, потому что моей жизни не будет хорошо. Если я вижу какого-то помазанника, и он что-то сказал, мне не понравился, я делаю вид, что я ничего не видел, потому что я не хочу задеть его, чтобы мне не стало плохо. самому-то меня понимает. Ладно. Но призвание Давида, это Бог разговаривает с Самуилом, а Давида рядом даже нет. Я, вы знаете, когда я нашел это местописание, я понял, что оказывается, когда Бог меня призвал, есть люди где-то, которым Бог обо мне говорил и будет говорить. Вот я часто, я должен был ехать в Америку на прошлые выходные проводить конференцию, и они решили переносить на следующий год. Я обрадовался, потому что я уставший, я вообще уже никуда не хотел, я настолько утомился после Африки и Таиланд, что хочется как-то, я не поехал. Оказывается, один господин следил за моим расписанием, у него был план меня найти в Америке, пригласить, чтобы я провел собрание для него, а я не поехал в Америку. Я недавно, вот неделю-две там назад получил письмо от него, он очень большой проповедник, я слышал, что ты не приезжаешь в Америку, а я так надеялся с тобой встретиться. Пожалуйста, скажи, когда ты можешь, я хочу познакомить тебя с ключевыми людьми, которые, по моему мнению, Бог хочет, чтобы я это сделал, оно тебе полезно в служении. Я его не просил, я ему не звонил, я не бегал с визитной карточкой, как некоторые, печатают визитную карточку, раньше я не призвание. Нет. Поэтому, но Бог говорит людям, скажите, Бог говорит людям, еще раз, скажите, Бог говорит людям, еще раз, еще раз, еще раз, поэтому, в жизни будь спокойнее, ищи Бога, Бог, иногда и часто говорит людям о тебе, даже раньше, чем ты понял, в чем дело. но, между прочим, когда Бог говорит людям о тебе, Он не только говорит людям о тебе, чтобы тебя поднять, иногда Он говорит людям о тебе, чтобы тебя посадить, когда надо, чтобы вы имели в виду, скажите, аминь. Но, в любом случае, Бог говорит людям обо Мне, скажите, аминь, то ли посадить, то ли поднять, но говорит обо Мне. Поэтому, если вдруг будет такое, что пришли, Бог сказал тебе посадить, не переживай, это тоже бывает. Второе. Написано, между сыновьями Его я усмотрел себе царя, между ними, мне нравится, что Давид находится между, то есть, он где-то, даже написано, иди ку дому Иеси, вот этот, он сам из Вифилиема. Давид не был партизан сам по себе где-то в воздухе. Та ошибка, которую многие призвания, особенно молодые люди совершают, они самые по себе, свободный радикал. Давид, он в доме, Иеси, и он живет между братьями своими. Они будут меня слышать? не не позволяй дьяволу обмануть тебя, превратить тебя в свободный радикал. Вы знаете, в организме человека есть такие штучки, радикали разные, которые разрушают организм. Вот почему важно пить антиоксиданты. Вы знаете, что делает антиоксиданты? Ньютрализует эти все радикали. И получается, если ты становишься свободным радикалом, рано или поздно найдется антиоксидант, который тебя просто-напросто нейтрализует, и тебя нет. Поэтому просьба большая. В церкви бывает не так легко быть. Вы знаете, потому что христиане, они иногда с тобой поступают подло. Вы знаете, почему в церкви болно, когда с нами плохо поступать? Потому что, когда мы идем на работу в мире, мы настроены защищаться. Когда мы в метро, мы настроены толкаться. Когда мы в церкви, мы расслабляемся. И тут, как удар, и мы не... Вы знаете, вот настрой другой. Контраст ударяет сильно. А я уже давно научился, что когда я иду в церковь, я точно так же, как иду на компанию где-то на заводе иногда. Но вот из-за этого обижаются и уходят. Смотрите на Давида. Когда он пришел на войну, что сказал ему его брат? Точно так, как христиан говорят другим христианам. Ты дурной. Вам такое говорили когда-нибудь в церкви другие люди? Высокомерные. Знай дурное сердце твое. Вы понимаете, это очень больно от родного брата. Но Давид не убежал из дома. А некоторые люди, когда в церкви приходят, им какие-то фразы говорят, или какие-то запятая красные, они уже убежали из церкви. Я ушел, мне церкви не надо. Но вы понимаете, давайте я вам позвольте мне сказать следующее. Можно уйти из церкви, критиковать всех служителей и остаться героем в своих глазах, специалист по критике, по ошибкам служителей, но гарантирую, ты никем в Царство Божие никогда не станешь. Можешь критиковать, умно говорить, сравнивать проповедников, сравнивать пасторов, сравнивать церквей, сравнивать все, дневник вести, но никогда никем существенным в Царстве Божьем ты не станешь. Надо быть в доме. Скажи это Аминь. Надо быть в доме. И в доме есть некоторые братья, как Илья, которые на тебя наезжают, ни за что, ни за что, есть такие папы, которые отправляют пасти овец, там, где опасно. Все это есть в доме, но ничего, все растут в доме. Если есть личность, который имел право быть свободный радикал и не был в доме, это Иисус. Ведь Он родился от Бога Отца, от Духа Святого. До тридцать-тридцать-тридцать-три года Иисус жил дома. Я понимаю, что вы никогда так не думали. Он жил дома. И все думали. Сын Иосиф. Ты не подумаешь, что это сын Иосиф, если он в доме только один раз в году. Он там жил, воспитывался. Если кто мог быть свободным радикалом, то это Иисус, который не от хотения мужа, Мария ни при чем, она просто обнаружила, что он уже сидит во чреве. Иисус, его никто не принуждал ни к чему. Он делал то, что правильно. Меня жить в доме своими родителями, они меня принуждали. Иногда я хотел сбежать. У меня было много желания убегать из дома. И у вас тоже, наверное. Слава Богу, что папа сказал, если убежишь, я найду, сломаю ногу. Я сел, боялся за ногу. И слава Богу. И слава Богу. Я сидел. Потому что, если бы я избежал, я бы в наркотики лез давно. Я бы начал пьянствовать. И, наверное, быстрее всего я был бы давно мертвым. Слава Богу. Знаете, когда пастор говорит, никуда не уйдешь, садись здесь. Иногда мы бушуем, он такой. А потом, когда возросли, мы думаем, слава Богу за пастор. Он меня не отпустил. Как бы другие христиане с вами не обошлись, как бы папа в доме, пастор Генри или кто-то другой из пасторов с вами не обошелся, не убегайте из дома. Это в доме мы воспитываемся. И смотрите, мнение Ильява, Ильи, тоже не повлияло на призвание Давида. Вы понимаете? Потому что мы думаем, если я останусь в этом доме, и не состоюсь. Ничего, ты состоишься. Вы меня слышите? Ты состоишься. Поэтому надо быть в доме. Не надо быть свободным радикалом. Пастор Генри, я уже, я перешел в вашу церковь. Молодец. Любой пастор доволен, когда к нему переходит. Но, если ты перешел, садись в доме здесь. И будь постоянным, верным, но не будь свободным радикалом. Смотрите, есть такие люди, которые приходят в той церкви, в эту, но они уже не там, и еще не здесь. Нигде. Просто себе там висят. Одно воскресенье им, там нравится, с другой воскресенье там нравится. Христианство, это не то, что нравится. Христианство, мы воспитываемся, чтобы быть подобно Иисусу Христу. И не всегда оно будет похоже на нравится. Вот эти шесть человек, которые наелись конфетами, говорят, а минусу время здесь впереди. Есть кто-нибудь еще в этом зале или нет? Нет. Нет. Давайте все скажем, аминь. О, это более похоже на церковь. Тут какие-то активисты. И поэтому Бог говорит самому, возьми рог с елеем и пойди помажь его. Поэтому Бог призывает тебя. Это Бог решает. Бог сообщит другим людям тоже призвание. И Бог сообщит тебе. Любое божественное призвание имеет такой треугольник всегда. Бог, ты ищу призвание. Не все призвания на земле должны знать о твоем призвании. Нет. Но кому-то Бог обязательно даст знать о тебе. Не все люди на этой земле, я должен с ними общаться. Не обязательно. Не обязательно. Есть люди, они мне вообще сто лет не нужны. И я им не нужен. Но есть люди, которые Бог специально сделал, чтобы возле них. Я недавно смеялся, когда с Бенехином мы были в Таиланде. Я мало чего ему говорю. Я только мелочи какие-то подсказываю. Когда мы были в Таиланде, по-старо-тайски, когда они жалуются в чем-то, они ему не могут ничего говорить. Они ко мне идут. А я иду к нему. Там Бенехин, когда призвал к пожертвования, он назвал сумму. Минимум, дайди столько. А им сразу на следующий день в газетах Гуделова про сумму. Они ко мне пришли. И вот я к нему пришел. Это его помощник говорит, пастор Бене, у пастора Генри есть разговор. Я говорю, продал. А я его просил, ты ему сам скажи. А он забоялся. Я говорю, ну ладно. Я ему говорю, он говорит, ну хорошо, ладно. Он говорит, вы понимаете, пастор Генри, пастор Бене так вас уважает. И он знает, что если вы что-то ему скажете, вы в такой форме сделаете, что вы не угощаете его дух перед проповедью. И когда я был в Таиланде, последний день, третий день, вышел один пастор. Он был доволен, что он ведущий собрание в тот день на столе. Но помазали на нем нолло, вообще ни грамма. И даже наоборот, оно было какое-то негативное помазание, я бы сказал. И он выходит на сцену, убивает собрание, в буквальном смысле. А я на сцену с Бене Хином, мы пришли и сидим. И он выходит, этот пастор. И я сразу, когда вышел у пастора, почувствовал холодную воду на собрании. И когда я почувствовал, Бене Хин почувствовал точно так же. И я себе думал, ого, вот это да. И Бене Хин поворачивается ко мне, говорит, ну что же пастор Геннер? Он сначала спрашивал, кто это за пастор? Говорит, не знаю, он один из членов комитета. Сиди, сиди. И он молится при себе, чтобы он перестал уже говорить дальше, потому что чувствуется в зале холод, холод. И он все равно, такие люди, как ни странно, они не, у них слова хватает, больше, чем надо. И он говорит, и вообще уже служение, уже присутствие Божие ушло. И я уже собираюсь, идти на сцену, внутри себя я понимаю свою задачу. И надо вернуть собрание, помазание к присутствию Божьей, без песни. И Бене Хин, понимая, что я это понимаю, все равно решил подсказать. Говорит, пусть Бог тебе поможет, верни собрание обратно. Я сказал, хорошо, пастор Бене, я постараюсь. Я вот, ну, конечно же, я вернул собрание назад, вы скажете, как ты сделал, вам не скажу, потому что я не знаю, как, я просто вышел, что-то сделал, и собрание вернулось. Вот. Это не первый раз я это сделал для Бене, не один раз. Октябрь, стадион Динамо, 1900, 99 год, июле месяц. Первое собрание, пастор Бене, и собрание было мертвое, очень мертвое. А, пастор Бене любит глаза людей. Он должен был быть учителем в жизни. Для него глаза, вот он должен видеть глаза, и сразу от этого он, как бы, а мне вообще все равно, хоть я вижу голову, ноги, мне все равно, я, я вообще в этих глазах не нуждаюсь. Сто лет меня не нужны. А ему нужны глаза. Бог призывает разных людей для разных дел, вы понимаете? А к стадиону Динамо нам запретили сажать людей на поле. И поэтому самый первый человек находится 56-57 метров от Бенехина. Попробуй глаза видеть. Он оказался в ловушке, из которой он не знал, как выходить. Я помню, опять он, там один брат Джон, там переводил, очень хороший переводчик, вообще безощущий. Он говорит, сейчас отзываем переводчика, возьми микрофон. Не переводи, а проповедуй. И, пожалуйста, верни мне собрание. Сколько Бенехин, я помню, я был где-то, я не помню, его охранники меня не пустили к нему, а мне все равно. Сколько он не кружится по всему миру, Бог как-то, каким-то образом, раз, два, три, четыре раз, снова встретились. Раз, два, три, четыре, опять, снова встретились. Он где-то, где-то ему что-то говорили. И получается, Бог поставил его в жизни. И где-то я должен с ним все время, время от времени, пересекаться. Хочет он это или не хочет. И он уже мне говорит, пастор Геннер, ты знаешь, что я сделаю? Говорю, Я хочу тебя пригласить, чтобы ты познакомился с моей мамой. Говорю, ты как член моей семьи, но я хочу, чтобы ты с моей мамой познакомился. И она тебя увидит, она тебя полюбит сразу и тебе гарантирует, ты будешь помазан Бог чем когда-либо в жизни. Почему? Когда пришла моя мама, когда начну за тебя молиться, дьяволу конец. Есть люди, которые Бог специально призывает. Для тебя. Скажи да, аминь. Для меня, вот Рэнди Кларк. Вот я вчера буквально плакал почти. Вы посмеетесь, наверное, или вы не посмеете, зависимо от того, какой уровень интеллекта у вас. Я чуть не плакал вчера. Когда я вдруг подумал, что Чаус и Францис в живых уже нет. Вы представляете? Они настолько мне были дороги. Они настолько... Когда они ушли, в моей жизни это было как будто какой-то кусок забрали. Как-никак Чаус и Францис, Бог их призвал для много чего. Но последние годы их служения, большая часть этого, оно было для меня тоже. И поэтому недавно я видел их дочери по телевизору. Думаю, надо ее пригласить. Не обязательно на конференцию, просто в церкви. Думаю, я хочу ее приглашать. Есть люди, которых Бог специально призывает параллельно, раньше, позже, но специально, чтобы с твоим призванием соприкасаться. То ли это проповеднические призвания, то ли это бизнесовые призвания, то ли это политические, экономические, когда встретишь эти правильные, нужные людей, они в твою жизнь что-то добавят. Они подтолкнут тебя выше. В жизни тебе не тысячи человек нужны для повышения, а один человек Богом послан. Один. Не двадцать, а один. Иосиф, человек, который тебе нужен, его зовут фараон. Все они тебе сто лет не нужны, а все дорога к нему. Но один. Скажите со мной один. Говорит, один? Это он открывает дорогу. Молись, чтобы твой этот один или два или три появились. Скажите аминь. Каждое призвание есть, как Самуил, люди, которые Бог приготовил, чтобы в нужный момент, когда Давид был под угрозой смерти, его Сауль хотел убить, в день, кому он побежал первый? Самуилу. Давид осознавал, это тот человек, который Бог поставил специально для меня. Скажите, Господь, открой мои глаза духовне, чтобы я видел своего Самуила. Скажи, в моем деле, мне нужен Самуил. Еще раз скажи, в моем деле, мне нужен, кто тебе нужен? Кто тебе нужен? Кто тебе нужен? Самуил. Поэтому Давид был человеком под властью. Он в доме отца своего, послушный отцу. Папа говорит, иди постель овец. Опасно, но он послушный, идет, не жалуется. Мы нигде не слышим, что Давид говорит, папа, там же львы, медведи, как же ты меня туда? Он послушный, пойди там на войну, отдай сыр и хлеб, послушный. Он в доме воспитывается, развивается в послушании, потому что это потом необходимо ему, когда он станет царем, чтобы не повторить судьбу Саула. Большая часть нашей подготовки к нашему призванию делается не за партию в университете, не в библейской школе, а в ежедневной жизни, когда мы соприкасаемся с людьми положительными и негативными. Нас ударяют и мы ударяем, нас подводят и мы подводим, нас предают и тому подобное. Там основная подготовка. И люди очень умаляют вот это, поэтому Бог говорит, будь послушным папой и мамой. Зачем? Чтобы ты остался под воспитанием, чтобы ты успел быть воспитанным. Бог знал, что в семье тебе нужно воспитание. Если Бог разрешал быть непослушным папой и мамой, мы были недоразвитие, невоспитанные, испорченные и без надежды ни в чем. Поэтому Бог оставил оставаться. Всегда ли папа и мама правы? Нет. Нет. Мои папа и мама не всегда были правы. Я знаю, что мои дети потом сказали, что папа не всегда был прав, мама не всегда был прав, но одно они запомнят, научился дисциплину в доме. Мой папа был неправ, он заставал меня сидеть, я уже прочитал, можно пойти играться? Нет, прочитай второй раз. И я злился, я ничего не читал, потому что я был злой, но научился послушанию. Он меня понимает? Научился послушанию. Папа мне говорит, в 10 часов закончено чтение книги, папа мне нужно до 3 читать, закончено, я злюсь, сплю злой, но научился дисциплину. Скоро 10, я должен заканчивать, потому что папа скажет. И это все оказывается мне сейчас нужно, когда уже папы нет, который приказывает мне каждый день, что делать. Поэтому эти элементарные группы, когда мы говорим в церкви, будь в домашней группе, будь покой там служение, я не хочу, я духовный, это все не духовные, это не ради духовности, это чтобы ты стал человеком. скажи аминь. Чтобы ты просто-напросто стал человеком. Поэтому я заметил в нашей церкви, найдите человека, который был в домашней группе, да, в служении, в массиве, люди так жаловались, и найдите человека, который никогда не был, просто свободный радикал был в церкви, как небо и земля. Разница огромная. Этер, который был в домашней группе, воспитан, там не всегда было все приятно. Идем, мы этих подъездов шли, хочешь, не хочешь, идем. Но они человеки, с ними можно разговаривать, в них дух Христов есть. А вот эти свободные радикали начитались книги корейские, китайские, с буддийскими какими-то внутренними, они такие философии тебе нарисуют. Думаю, Господь, откуда он взялся? Идея не львов в церкви не должны быть. Поэтому, я хочу, чтобы вы поняли, эти группы, домашние группы служения, это не потому, что лидер духовный, или там он воскрешает мертвых, нет. Это не потому, что он всегда прав, иногда он даже не прав, но он должен там быть, чтобы ты стал человеком. И вот мне говорится здесь, написано 16 глава 5 стих по 11. Они говорят, мирен ли твой приезд Самый? А он говорит, мирен, для жертвоприношения Господь пришел я, осветитесь, идите со мною жертвоприношению. И осветил Иесия и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Ильява, сказал, верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самый не смотри на вид его, и на высоту его, роста его, я отрынул его, я смотрю на тебя, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иесия Минадава, и повел его к Самый и сказал Самый И этого я не избрав и не избрав Господь. И повторяется то же самое, этого не избрав Господь, этого не избрав Господь, этого не избрав Господь. Когда все закончились, Самый спрашивает, все ли дети здесь? Он отвечал, есть меньше, он посудовец, сказал Самый И Если пошли возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Есть такое понятие Избрал Вопрос задается Почему Бог избрал Давида? Они Ильява Они Аминадава Они Саму Ответь Не знаю Скажите со мной Не знает пастор Генри Массовое признание Незнание В жизни Вопрос Не мучайся вопросом Почему Бог ты призываешь Его, ее, а не меня Оставь этот вопрос На тысячелетное царство Главный вопрос Найди В чем Тебя Бог Избрал Все остальное А почему Аминадава? А почему ему голос? Почему тому? Не интересует Я мог бы сейчас Я пришел сюда Вот Ира здесь пела Кто еще там Они пели Я мог бы сказать Господь Почему им голос отдал Для пения А не мне А я обижаться на полгода Ползу от этого Какая? Если я буду обижаться Мне дастся голос Обида Не один из методов Привлечь Божье призвание Не является Самуэл Стоит Самуэл Видит Илья Говорит Вот По всем параметрам Подходит Бог говорит А я его не избрал А почему ты его не избрал? Не твое дело Найди того Кого я избрал Не Разреши Людям Толкать тебя Туда Куда ты не призван Знаете Когда ты пастор Церкви Такое бывает Мне всегда Очень жалко Пасторов Когда я к ним Приезжаю в гости Провожу собрания Знаете Я делаю такие собрания Капремонтные собрания Хорошие проповеди Помазание Возлагая рук На людей Наполняется Духом Люди Селяются Беси выходят Это массово Знаете Такое Капремонт И когда я уезжаю Знаете Что верующие Делают Со своими Пастырями Пытаются Толкать Пасторов Чтобы они Стали Пастор Генри Друзья Можно Этого Пастора Разбить И разрушить Меня слышите Как-то Не разреши Людям Толкать Тебя Туда Где Нет Твое Призвание Ты Не Выдержишь Многие Люди Расходятся Быстро Теряют Свою Силю Теряют Своё Всё Потому Что Их Толкают В Тей Сфере Которой Нет Ни Призвания Ни Избрания Ничего От Бога В Этой Сфере Вообще Ничего Просто Потому Что Люди Хотят Я Этому Научился В жизни Я Не Хочу Быть Тем Кем Я Не Я Я Я Хочу Быть Я Скажи Амин Что Такое Стремиться К Цели Стремиться К Цели Имеется В В В Найти В Чем Я Избран Что Такое Призвание То Есть Задачи Много Бога И Бог Избирает Кто Выполнить Какую Задачу И Вот Я Родился В Болнице В Роддоме Моя Мама Обрадовалась Папа Возгордился Меня Забрали С Роддома И Бог Посмотрел И Подумал У Меня Есть Задача Вот Этот Он Выполнит Этот 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 Задач Почему Так Решил Бог Библия Говорит В Доме Есть Разные Сосуды И Бог Решил Это Сосуд Для Этого 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 А я Изграл Футбол Знаете Как За Мячом Бегал Эй А в Это Время Бог Говорит Ангеле Смотрите Чтобы Ногу Не Ломал Потому Что Он Должен Таиланд Папас Он Должен Инди А я Себе Вообще Думаю Цель Моей Жизни Это Мячик Вообще Забит Его Это Самое Главное Так Многие Из Вас Бог Избрал Скажите Я Избран Еще раз Скажите Я Избран Еще Раз Еще Раз Каждый Из Нас В Чем То Избран Главная Твоя Задача Найти В Чем И Стремиться К этому Исполнению Этого Избрания Это Называется Стремиться К Цели Твоей Жизни Скажи Да Амин А Эти Все Остал Нет Они Знают Что они Не Были Избрани Но Они Не Были Избрани Для Того Чтобы Быть Царями И Вот Что Мне Нравится Когда Бог Избрал Давида И Есия Ошибся Ошибка Есия Знаете Какая Есия Решил Давид Не Нужен В Таком Важном Вопросе Связано С Царством Израиля Поэтому Пригласить Его Не Надо В доме Есть У кого Больше всего Власти В этом Доме Есть Чье мнение Больше всего Авторитетнее В этом Доме Есть И Он Решил Самый Авторитетнее Человек В Доме Решил Давид Риджек Нашей Семьи То В этих Важных Вещах Не Приглашайте Он Нас Позорит И Даже Мнение Самого Авторитетного В Доме Не Помешало Богу Приводить Этого Давида Теперь Слушайте внимательно Пастор Генри Да Я хочу Быть Послушным И Тебя И Лидером А Вдруг Ты Ошибешься Обо Мне Из-за Тебя Не Попаду Свою Цель Да Такое Возможно Да Да Я могу Ошибаться Но И Ошибся Тоже Помешала Ли Ошибка И Если На Призвание Давида Нет Не Помешало Будет Меня Слечить Где Нибудь Мне Нужно Найти Такого Пастора Моего Уровня Давид Совсем Папа Его Не Уровня Призвание Давида Вы Понимаете Он Он Даже Читает Его Вообще Никудашним Но И Это Не Помешало Давиду Своем Призванию Поэтому Когда Говорится Об Иисусе Он Вырос Был Послушным Доме Отца Своего Как Вы Думаете Иосиф Земной Отец Иисуса Человек Был Или Не Человек А Мария Они Грешны Были Негрешны Все Решения Которые Они Принимали По Отношению К Иисусу Были Всегда Совершенны Или Несовершенны Нет Всегда Иисус Иисус Да 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 Папа Что Делать Да Мама Он Был Послушным Мне нравится Об Иисусе Как Говорится Научился Послушанию Сказа Послушанием Надо Науч Не Хочется Но Надо Научиться Это Лучше Чем Любой Поэзии Не Хочется Но Научиться Скажи Амин Если В твоей Жизни Нет Дисциплины Помни Надо Этому Научиться Всему Можно Научиться И вот Если Ошибся Если Посмотрел На сына Своего Старшего И Привел его И Саму Посмотрел На его Вид Вот Это Да Надо Искать Знаете Как Ты Пророк Когда Ты Пророк Ты Думаешь Работа Уже Закончена Работа И тут Бог Говорит Нет Ты Ошибся Ты Еще Даже Не Начал Работать Как Бог Делает Такое Выражение Человек Смотрит На Лицо Бог Смотрит На Сердце Первое Все Духовные Вещи Мало Имеют Что Либо Общего Со Внешностью Мало Бог Он Дух Он Смотрит Не на Тело Внешнее Давайте Я скажу По-другому Наше Тело Не Наследует Жизни Вечной Вот Это Тело Останется На Земле Настоящий Ты Это Не Это Тело Вы Слышите Да Настоящий Ты Это Тот Духовный Человек Внутренний Если Настоящий Ты Это Внутренний Человек А не Это Тело Нелогично Ли Что Бог Смотрит Не На Эту Оболочку А На Того Кто Будет Меня Понимает Поэтому Как же Бог Тебе Относится Он Относится К тебе Не Согласно Оболочке А Согласно Внутреннего И Никогда Не Оценивай Себя Исходя Из Внешней Оболочки Никогда Это Не Оправдание Чтобы Не Развиваться В Жизни Тот Как же Бог Учит В Библии Что Мы Должны Представ Себя Достойными Делателями То есть Надо Готовиться В Любом Деле Если Я Призван Быть Пастором Вы Знаете Какие Книги Я Читаю Я Не Читаю Книги О Как Как Превратить Воду В Энергию Оно Интересно Это Не Мое Призвание Я Читаю Книгу Как Вести Людей Как Выращивать Церковь Как С Людей Мет Дело Почему Я Это Читаю Это Область Моего Призвания Чтобы Быть Призванем Не Надо Быть Ученым Но Как Только Призван Развивайся Пожалуйста В Своем Призвании Невежество Не Является Признаком Духовности И Вот Поэтому Бог И Когда Написано Бог Не Смотрит На Лицо А На Внешность На Сердце То же Самое Павел Сказал Больше Мы Никого Не Видим По Плоти Всех Людей Видим По Духу То есть Вопрос Что Касается Важности Твоей Я Не Оцениваю Тебя По Внешности По Духу Ты Рожден От Бога Или Ты Призван Богом Ты Помазан Богом Вот На Это Я Смотрю А Мир Как Смотрит Мир Смотрит По Внешности Поэтому Естественно Будет Столкновение Между Взглядом Мира И Взглядом Бога Первое Что надо знать Второе Вы меня Слечили Или нет Уууу Кто-нибудь Слечит Меня Когда я Просыпаюсь Утром Первое Что я думаю Холодно Или Жарко Выспался Не Выспался Голодно Хочется Кушать Вы знаете Много Чего Это Мои Внутри Внешнее На улице Пробка Я Раздражаюсь Меня Подрезал Кто-то В дороге Кто-то Звонил Ночь Когда Я Спал И Ошибся Номер В Три Часа Утра Алло Извините Я Ошибся Как В Три Часа Ошибся Меня Разбудил Так Это Мой Внутренний Человек Кричит Или Внешне Внешне И Вот И так Дальше И так Дальше Потом Бог Приходит И говорит Сделай Это Чтобы Вы Поняли Это Разно Всегда Когда У Тебя Возникает Конфликт С Тем Что Бог Говорит Это Не Значит Что Ты Отпал От Бога Просто Просто Мы Видим Смотрим На Лице А Бог Смотрит Внутри И Не Сразу Мы Понимаем И Обстоятельства Мы С Богом Будем Совпадать Ни В чем Потому что Всегда Первый Я Вижу Внешне А Бог Никогда Ни Это Не Смотрит Фраза Интересно Слушали Эту Фраза Давайте Я Прочту Чтобы Вы Услышали Самый Тоже Смотрите Что Бог Говорит Так Девято Восьмой Девято Восьмой И Нет Даже Это Седьмой Я Трюну Его Смотри Я Смотрю Не Так Как Смотрит Человек Скажите Мой Взгляд И Божий Взгляд Скажи Автоматически Не Совпадает Как Там Написано Я Смотрю Не Так Смотрит Человек Человек Смотрит Его Первый Взгляд Никогда Не Совпадает С Богом Можете Совпадать С Богом Только В случае Сразу Дух Святой Водительство Вошел Это Не Так Часто Бывает Что Мы Человек Не Принимай Важные Решения Жизни Только Исходя Из Внешних Взглядов Можно Ошибаться Амин Амин Но Вы Знаете Что Я Пастор Поэтому Я Должен Балансировать Любое Выражение Супер Духовное 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 Условение Духовное Влиять 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 Жизни Иногда Когда Работаешь С людьми В бизнес Прочее Поработай Обрати Внимание На Твое Лицо На Него Все Смотрят Я Понимаю Что Некоторые Вы Расстроились Сразу Но Увы Скажите Амин Когда Ты Приходишь Человеку На Сделку Они Слушают Твои Речи Но Речи Они Слушают Но Все Время Смотрят На Тебя Речи Слушают Пропускают Из Десяти Фраз Они Три Уловили А Все Время Они Смотрят На Твое Лицо И Сделают Решение Свое Не От Твоих Фраз Фраз Либо Добавят Либо Просто Выбрасывают Что На Лице Неплохо Было Быть Ау Откуда Вы Знаете Большое Откровение В Центральном Ряду Они Сказали Улипка И Правы Они Скажите Улипка Давайте Спросим У Мужей Слушайте Как вы Думаете Кто Глава Семьи А Где Активность Ваша Вы Так Были Активнее Так Семьи До Этого И Вдруг Кто Глава Семьи Хорошо Мужья Мужья Возникает Возникает Восторженное Чувство Ощущение Повышенное Желание Обнять Ее Поцеловать Или Нет Трусливые Какие Все Замолчали Пару Неженатие Сказали Состер Почему Братья Не захотели Так Сказать Потому что Это Правда И Они Не Хотели Вас Расстроить Сейчас Уже Вечер Поздно Улипка Радостное Лицо Поверьте Мне Решает Множество Проблем Жизни Я Еще По-другому Скажу Улипочное Лицо И Радостное Лицо Продлевает Жизнь Людей Которые Вокруг Тебя Грустное Лицо Обиженное Убивает Людей Вокруг Тебя Раньше Времени Оно Бросает Их В стресс Ненужнее А стресс Убивает Улыбаться Сложно Или нет Давайте попробуем Раз Два Три Ну вы не Поулебались Вы так Хихикали Надо было Улыбаться Ну ладно Поэтому Бог не Запретил Смотреть На лицо Он сказал Просто Человек Так Смотрит Почему Человек Так Смотрит Случайно Внимательно Потому что Часто Лицо Показывает Состояние Сердца А Бог Не надо Смотреть На Симптомы Он Видит Сердце Но лицо Человека Это Как тот Метод Как мы Можем Диагностировать Сердце Данного Человека Теперь Вы поняли Почему От вас Убегают Люди Все Время Когда Вы Придете Домой Улыбаетесь Даже Собаки Обрадуются Да Я недавно Умеряю Что Себе Нашла Собачку Купила Собачку Принесла Собачку Это Ребенок Еще Один Ребенок Это Вообще Но Знаете Как интересно Когда Собачка Получается Как только Она Появляется Полюбишь Ее Вы понимаете Становится Ребенком Они Сначала Назвали Бен Я Сказал Вы Что Это Имя Бен Ихина Вы Не Имели Права Это Когда Я Был Таиланде Все Это Делалось Они Сказали Папа Не Согласен Мы Генри Назовем Я Думал Вы Знаете Что Бог Вас Молнию Убьет Бен Генри Что За Вариант Это Вообще Потом Назвали Бентли Но Я Согласен Есть Такой Проповедник Бентли Он У нас Был Здесь В церкви Кому Ему Не Скажем Помолчим Эта Собачка Она Ловит Сразу Захожу В дом Она Бежит 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 Смотрит Я Улыбаюсь Сразу Кусает Меня Так Я Говорю Ну Вот Не Так Же Любить Надо Не Кусай У У меня Уже Царапин Я Вам Не Покажу У Меня У 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 Свою Любовь Так Что Человек Любит Обнимает Собака Когда Любит Царапает Когда Бог Смотрит Он Смотрит На Сердце А Человек Смотрит На Лице Вы Поняли Разницу Все Понятно Слава Богу И Вот Это Когда Дети Меня Спрашивают Надо У Папа Деньги Просить Смотрит На Мое Лицо Давай Позже Что За Лицо И Мое Лицо Защищает Мои Деньги Лучше Все Лучше Все Один Бровь Налево Другой Направо Все И Никто Деньги Не Просит Вопрос Решен Но У меня Проблема Я Не Умею Долго Лицо Своё Настраивать На Защиту Денег И Поэтому Они Ждут Пять Минут Понимаете А Я Не Уме Долго Серьезное Лицо Я Обязательно Найду Мысли Надо Улыбаться И Сразу Опять Деньги Просят Но Ничего Поэтому Бог Смотрит На Сердце Если Люди Тебя Не Понимают В этой Жизни Главное Пусть Твоё Сердце Останется В Правильном Положении Перед Богом Они Это Увидят Люди Тебя Обзывают На Тебя Кричат Что Угодно Главное Твоё Сердце Храни Скажите Амин Бог Это Увидит И Он Оценит Это Он Тебя Главное Сердце Своё Храни И Библия Говорит Библия Сердце А Меня Старш Не Библия Бог Призвал Меньшего Молодец Чем Тебе Помочь Если Хочешь Мир Хранить Сердце Научить Научись Принимать Призвания Других Людей Уважать Они Спрашивают Куда Бог Смотрел Он На Сердце Смотрел Поэтому Ну Сосри Поймите Вы Не Говорите Своему Мужу Что Пастор Ген Мой Муж Такого Не Видит Я Надо Смотреть На Сердце А Не На Внешность Он Не Бог Он Человек Это Бог Смотрит На Сердце Если Ты Замужем За Бога Одевайся Как Бомж Ни На Кого Не Влияет Замужем Не За Бога Поработай Со Своим Лицом Будем Я Понял Или Никто Никто Там Не Написано Мужчина Смотрит На Сердце Только Написано Человек Братья Скажите Как Вы Думаете Женщина Человек Или Не Человек Братья Скажите Хором Раз Два Три Человек То есть Они Тоже Смотрят Или Не Смотрят Они Не Только Смотрят Они Еще Нюхают Поэтому Сегодня Мне кажется Я Вы Меня Еще Любите Тут Или Вы Я Уже Вообще Потому Что Многие Мужчины Думают Что Женщина Должна Бы Красивая Должна Быть Они Даже Не Думали Что Она Тоже Человек И Тоже На Него Смотрит И Ожидает Чтобы Он Был Человеком Одна Этого С Этого Да Ни К Чему Ладно Один Пример Только Я Больше Не Буду Обещают Девушка Вшла Замуж Ко Мне Приход Плачет А Чего Ты Плачешь Только Полгода Как Вышли Замуж Это Время Не Плач Это Братья Многие Из вас Будут В шоке Но Вам Легче В Украине Вопрос Вопрос Решен Это Ураба Была Проблема Она Говорит Я Ненавижу Уси А Мой Муж Их Любит Больше Меня Как Жил Неполгода Думаю 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 Она В Раю Она Говорит Я Специально Кушаю Чеснок Каждый вечер Чтобы Он Меня Не Поцеливал Ну Ладно Стоп Стоп Я Слишком Много Открываю Ладно Я Не Буду Пусть Останется Тайной Хорошо Ладно Мы Дем Своё Призвание Но Кто же Кто же Воспитывать Будет Как Не Я Это Моё Призвание Вы Поверите Мне Я Призван На Это Это Моё Призвание Я Должен Это Все Делать Говорит Вы Меня Слышите Я Должен Свет Говорит Ну Ладно Иногда Стоит Спрашивать Оно Не Мешает Все Тебе Нравится Да А Эта Борода Нет Так Хорошо Давид Знаете Когда Самуил Спрашивает Все ли Твои Дети Здесь Он Говорит Есть Меньше Смотрите Что Боже Призвание Делает Берет Меньшего В Семье Сделайте Его Высочайшее В стране Откуда Бог Поднял Давида И куда Огромнейшее Я не знаю Как это Называть Для Бога Не Вопрос Взять Тебя Из Мусора И Бросать Тебя В Дворец Царя Смотрите Откуда Давид Поднялся Он Меньше В семье Он Совет Не Приглашен Но В конце Дня Помазан Быть Величайшим Царем В Израиле За Все Времена И Чтобы Он Стал Иисус Сын Давидов Из Мусора Если В жизни Ты Как Мусор Это Не Означает Что Бог Не Может Тебя Поднять Когда Я говорю Мусор Я не имею Ввиду Мусора Который Ты Создаешь Саможалость Есть Такие Люди Которые Они Не В Мусор Но Они Способны Разварить Себе Столько Саможалость И Убеждать Себя Что Я В Мусоре Когда Они Не В Просто Они Испорчены Но Есть Люди Которые В Настоящем Мусоре Которые Не Результат Саможалость На Уровень Души Знаете Есть Такие Люди Которые Сидят Плачут С утра До Вечера И У Них Проблем Нет Ни Одной Просто Они Внутри Себе Раскручивали Саможалость И Чтобы Создать Плач Когда Смотришь Ни О чем Плакать Вообще Когда я Смотрю Такие Люди Я Отворачиваюсь И Даже Не Не Обращаю В Немного Есть Люди Которые На самом деле У них Горе Мусор Сидят Бог Взять Такого И Поднять Туда Мелочь И Не Только Если Бог Может Человека Поднять Настолько Бог Может Точно Так же Не Тебя Поднять А Твои Финансы Вы Понимаете И Много Чего Другого И Вот Мне Нравится Печа Дальше Мы идем К концу Написано Здесь Двенадцатый Стих Тринадцатый И Послал Еси Привел Его Он Был Там Белокур С Красивыми Глазами Приятным Лицем И Сказал Господь Это Обычно Слова Которые Говорятся На Женщину Не На Мужчину И Сказал Господь Встань Помажи Его Ибо Это Он И Взял Самый Рог С Елеем Помазал Его Среди Братьев Его И Почевал Дух Господень На Давиде С того Дня И После Дух Соответственно Шел На Давида В тот День И Навсегда Стоп Имейшли Ввиду Пастор Ген Что Когда Сауль Пытался Убить Давида В это Время Дух Господний Было На Нем Да Имейшли Ввиду Когда Было Средо Гонение Дух Господний Было На Давида Да А Когда Давид Притворялся Сумасшедшим Дух Господний Было На Нем Да Как он Реагировал Я не знаю Может он Смеялся Тоже Я не в курсе Но опять Он не смотрит На эту Внешность Поэтому Я не вызывал Ничего Все Проблемы Гонения Желание Его Убить Унижение Со Саула Всех Все Это Время Дух Господень Сидит На Давида Все Время А я Раньше Думал Если Дух Господний Сидит На Меня То Мои Проблемы На Расстоянии 10 Километра Радуюсь Они Все Отгоняются От Меня Вы Знаете Вот Как Американцы Хотели Строить Не Не Сделали Защиту От Ракетов От России Оболочки Которые Ракеты Приходят И Не Можут Попасть Все И Не Попадают В Америку Я Раньше Думал А я себе Сижу В какой-то Оболочке Такой Яркой Сияющей И Все Проблемы Ударяются На Радиус 10 Километров Улетает И Я Сижу В Раю Ничего Подобного Значит Вывод Первое Когда Проблемы Приходят В жизни Это Не Означает Что Дух Господь Ушел Сидит Там Где Сидел И Раньше Господь Саул Убил Священников И Ищет Меня Убить Меня Дух Господь Ишел На Мне Да Да Кто Повел Иисуса В Пустыню Для Искушения Дьявола Кто Его Повел Туда Дух Святой Значит В Инструкциях Божьих Как Дух Соли Должен С тобой Работать Есть Элемент Пустыни Если Ты Медлишь Туда И Он Сам Поведет Тебя Туда Иисус Что Написано В Библии Иисус Понял Пора Время Идти В пустыню И он Устал И пошел Так Написано В Библии А как Написано Там Даже Не написано Вадим По-моему Там Слово Не Вадим Написано Там Написано Давайте Попробуем Найти Быстро Очень Он Был Введен По-моему Так Как Назвается Поведен По-моему Давайте Точно Поведен Что Такое Повести Кого Мы Ведем В жизни Ребенка Да Мы Берем За Рук И Ведем Куда В школу Когда Вы Ведете Детей В школу Рано Утром Они Так С удовольствием С вами Идут Всегда Я Понимаю Что Но Иисус Не он Стал Подумать Так Двенадцать Часов Пора Ити В пустыню Дево Меня Ждет Это Дух Судар Его Повел Туда Я Знаю Что Некоторые Люди Вы Отгораживаетесь Руками Ногами От Иногда Дух Судар У него Ничего Не остается Кроме Каким-то Образ Пружиня Вас Бросит Туда Потому Что По Программе Пора Пустыня Побыть В пустыне Потому Что Смотрите Нужно Пустыня Иначе Вы Как Личность Зрелим Ответственным Не будете Спросите Любого Проповедника Любого Бизнесмена Любого Настоящего Политика Как Они Стали Зрелими Никто Вам Не Скажет Я Купил Бентли Потом Ройс Ройс Потом С10 С600 И от Этого Я Стал Взрослым Нигде Такого Нет Они Все Стали Зрелими В Момент Борения Трудности За Выживание Тогда Они Стали Крепкими Мужьями Женами Которые Надежны И для Бога И для Себя И для Других Поэтому Когда Я Вижу Что Саул Бегет Пытается Убить Давида А в это Время Дух Господь На Давиде Это Тоже Было На Иисуса Тоже Самое Если На Иисуса Так Было С Давидом Так Было Подозреваю Подозреваю Весьма Что С Тобою Или Уже Было Или И Идет И мы Все Сидим В Оазисе А у Тебя Песок В Глазах В Пустине Все Проходят Через Пустине Все Пустине Это Обстоятельства Жизни Которые Нелегкие Нерадостные Порой Они Угрожают Нас Пытаются Сломать И мы Готовы Надо Сдаться И Время От Времени Мы Сдаемся Даже Вечером Ложи Сдался Больше Не Буду Утром Проснулся Ну Ладно Еще Попробую Это Пустиня И Все Через Это Должны Пройти Маленькая Подсказка Не Умри В Пустине А Проходи И Даже Израиль Прошел Через Пустине К Сожалению Многие Умерли В Пустине Но Надо Было План Божий Не Было Чтобы Они Умерли В Пустине Чтобы Они Прошли План Божий О тебе Не Чтобы Ты Умер В Пустине Чтобы Ты Прошел Когда ты Пройдешь Ты будешь Крепче Сильнее Мощнее И Ближе С Богом Во многих Вопросах И Сможешь Помочь Многим Другим Людям Скажи Амин Когда у тебя Проблемы В жизни Все Тяжело Дух Господень Там Это Радует Меня Если Давид Понимал Что Дух Господь На Нем Он И Бежал Саула Но Умеренно Зная Что Дух Святой В случае Чего Поможет Но Во Время Гонки Мы Вообще Не Думаем За Духа Святого Мы Просто За Выживание Мы В лучшем Положении Чем Давид Мы И 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 Века Я Вас Никогда Не Оставлю Павел Говорит Ибо Он Сам Сказал Я Вас Никогда Не Оставлю Никогда Не Покину Поэтому Мы Смело Говорим Господь Поможет И Позвала Им Обстоятельство Жизни Приносит Туман В Нашем Мышлении В Наших Эмоциях Если Можно Было Знаете Научитесь Остановиться Потом Библия Говорит Остановись И Познай Что Я Господь В Беге Мы Пропустим Много Чего Остановись Подумай Помолись Почитай Ты Дошел Дом У меня Сложный Не Беги Остановись Сердце Болно В сердце Вы знаете Бывает Вы знаете Такое Боль Души Оно Если Порезать Оно Болно Но Боль Души Бывает Хуже Не Беги С Болью Души Остановись Молись Разберись Иди В Библию Получи Свободу И двигайся Дальше Если Будешь Двигаться Дальше С этим Вы Знаете Что такое Грижа В теле Грижа Кто-нибудь Слышал Такое Грижа В принципе Это Как Какой-то Примежуток Который Пустой Или Как это Назвать Я не знаю Правильно Оно Не заполнено И Надо Делать Бывает Там Воздух Или Что-нибудь Там Такое И Бывает Грижа Здесь И они Надо Делать Операции Освобождают Многие Люди Когда Они Живут Жизнью У них Много Точек Грижи Потому что Они Просто Пошли Дальше С этой Болью С этой Все Надо Остановиться Селиться С Богом Поговорить Двигаться Дальше Скажите Амин И Заканчиваю Произошло Бог Призвал Давида Быть царем Поэтому Он должен Служить При царе Иначе Он неоткуда Учиться А царь Это Сауль А Сауль Он Злой И там Какой-то Бес Наполнил Саула У него Проблема И Саул Говорит Людям Своим Найдите Мне Человека Кто Умеет Искусно Играть Чтобы Мне Легче Было Это Чудо Это Вообще Первое Царство 16 глава 18 18 Стих Смотрите Смотрите Как написано Там Первое Царство 16 глава 18 И 18 Стих Смотрите Пусть Господь наш прикажет Где это я читаю? А, да 17 Он говорит, найдите мне человека Хорошо играющего И представьте его ко мне Тогда один из слуг его сказал Слушайте Вот я видел У Иесия Вифлеем Лянина, сына Умеющего играть Человека храброго Это его человеческие достоинства, между прочим Воинственного Это еще у Давида И разумного в речах Каза Давид Неглупый Он себя развивал Сесторонно Смотрите И Господь с ним Давиду мне меньше В семье Откуда советник царя Успел Слышать О Давиде Если Давид занят овечками Когда Бог призывает человека Не получится Прятаться Долго Или дьявол найдет тебя Или люди найдут тебя Но прятаться Увы Не выйдет С момента призвания За тобой Охотится дьявол Рядом с тобой Дух Святой Англии тебя Охраняют И вокруг тебя Буря Жара Как говорит Пастор Оля Вокруг тебя Жара Даже если ты прячешься В пустыне С овечками И там жара Молния И гром Как только ты призван Момент Прятаться Закончен И между прочим Сам Бог Сделал Чтобы о тебе Узнали Давид в пустыне С овечками Откуда советник Президента Услышал Скажите со мной Молва Еще раз Еще раз Так и произошло С Иисусом Возвратился Иисус В силе Духа И молва О нем Распространилась По окрестностям Если ты призван Не переживай Говорили Пастырям Особенно Не купи Тысячу Визитных карточек Ходи раздавать Я пророк Генри Я апостол Не надо Когда Бог Тебя призывает Ты даже можешь Ничего Долго Прятаться Не получится Когда призвание Берет микрофон Это его призвание Он начинает говорить Атмосфера Меняется Как объяснять Не знаю Я был на конференциях Где проповедовали 30 проповедников Я вам скажу Из 30 Некоторые Я редко засыпаю Вообще Наслужение тем более Для меня Это вообще Преступление Большое Некоторые проповедуют Его прямо Ой Господи И то болит И это болит Это болит А там палец болит Там уже Ногтички Начали болеть Выходит Кто-то там Аллилуйя Ожил Сразу Чувствуется Призвание Некоторые Выходят Кричат И все равно Засыпаю В этом крике В этом крике Выходит Кто-то Он начинает Говорит Пару фраз Что-то Поменялось Мой дух Реагирует Так и на христианских Телеканалах Знаете Я Даг Милс Говорит Что он смотрит На этот Канал животных Я канал животных Не всегда смотрю А я молтики смотрю Когда я Включаю Проповед Я на молтики пошел Там очень весело Ха-ха Переключаю Опять на молтики Иду И когда призвание Выходит Молтики Неинтересно Уже ничего Неинтересно Я хочу Слушать Потому что Призванного Бывает Короче Надо быть призванным И делать то В чем ты призван Скажи Амин Господь С ним Когда с тобой Бог Все знают Все слышат Не прячешь Долго Двигаясь В твоем Призвании Двери Открой Отца Бог Открыл Давиду Двери Прямо В дворец Саула Из пустыни Попробуй Сам это сделать Смотрите На Иосифа Похоже На Давида Он в тюрьме Один день Следующий день Он ходит Рядом С фараоном Это Ненормально Так нигде Не делается Нету нигде Где вы найдете Человека В тюрьме Его не оправдали И следующий день Он Премьер-министр Такой Не бывает Скажите Призвание Открой Двери Скажи Неожидание Знаете Когда я хожу Я так рад Что Бог Меня призвал Я хожу И ищу Двери На улицах Везде Потому что Я знаю Если будет Двери Которые Мне Нужны Призвание Сейчас Его Откроет Божье Призвание На твою Жизнь Открой Тебе Двери Открой Тебе Много Чего Даст Тебе Войти Дороги Дороги Двери Откроются Я Я себе Сидел Недавно И думал Непал Знаете Непал Есть такая Страна Гималайская Страна Знаете Гималай Есть такой Горний Как называется Хребет Такой Там Иворец Находится Там Все эти Самые Высокие Гималай Только Самые Высокие Первые Вторые Или Сколько Там Первые Самые Высокие Горы Не знаю До какого То ли До Восьмой Или До шестой Иван Ганджа Это знает Больше Я сидел Думаю Гималайя Непал Надо Проповедовать Вам Внутри Меня Горел И приходит Письмо Одного Человека Рассказывает Про Гималайя Про Это Всего Я Даже Сейчас Был В Таиланде Были Пастыря Из Непала Одна Из них Была Женщина Разговорчивая Боже Так Иногда Дверь Открывается С таким Как Называется Скрипом Таким Шупом Что Ужас Но Пришлось Слушать Она Такая В духе Она Рассказывает Она Думаю Господь Ты бы Привел Мне Другого Человека Который Более Интеллигентно Рассказывает А это Она Какая Пророчица Она Такая Ну Ничего Я слушаю Эту Пророчица Она По своим Пророчице Когда Знаки Вот Даже Мое Лицо И Мой Нос Говорит О том Что Было Сказано Когда Короче Ой Ну Ничего Сижу Мне Главное Надо Непал Ее Все Подобия С носом С шоками Меня Не Интересует Мне Главное Непал Вы Меня Понимаете Как Делили Потому что Пророки У них Когда Что Есть Такая Город Новая Золандия Есть Такой Город Называется Христовая Церковь Вы Не Знали Да Есть Такой У нас Белая Церковь Христовая Церковь Вот Христовая Церковь А Гимн Гала Это Новоизоландский Христианский Это Гимн Христианский Который Поется В Церкви Это Их Национальный Гимн И Когда Пророки Попадают В Новоизоландию Особенно Попадают В Город Христовая Церковь И Слушать Гимн В Стране Как Один Пастор Сказал У них Начинать Пророческие Соки Кипеть Понимаете Они Должны Что-то Сказать Обязательно Связано С этими Все Подобиями Пророки Такие Ничего Благослови Бог Но Мне Не Соки Кипящие Мне Важно Мне Главное Двери Скажите Двери Еще Раз Еще Раз Еще Раз Она Вот Вот Бог Сказал Пять лет Там Назад Что Мы Встретим Человека И Этот Человек Спасибо За Все И Вот Расскажите Мне Обстановка Которая В Непале Пастера В Единстве И Вот Дух Садей Сказал И Надо Все Прослушать Лекцию Потом В конце Две Минуты То Что Мне Надо Дверь Открываются Медленно Шумно Ну Жди Пока Откроется Она Рассказывала Все Пророчества Наконец Подошел Один Брать Пастор Из Непала Тот Уже Молодец За 35 Секунд Рассказал Мне Все Что Мне Надо Я Все Ловил Что Мне Надо Я Услышал И Потом Когда Вы Приедете Скоро Потому Что Я Уже Готов На самом деле 2013 год Я Еду Непал Я Приеду Непал Все Я Знаю Всех Пасторов Визитку Мне Дали Знаю Всех Пасторов Это Прочис Да Прочис Она От Бога На Сам Дело Ничего Не От Бога Просто Прочис Соки Даже Не Кипят И Это Все Поэтому Я Собрал Информацию Которые Мне Надо Скажите Амин У Него Флаг Служение Флагов Там Вот Это Флаг Помашешь Без Выход Это Флаг Это Для Вселения Это Флаг Для Прорыва Это Флаг Для Славы Божьей Но У нее Флаги Все Которые Означают Разные Вещи Здорово Я Приду На Карусель Пусть Флаги Махаются Мне Какая Разница Мне Главное Попаду В Страну Скажите Амин Это Ее Призвание С Флагами Я Не Осуждаю Я Разрешу Когда Мачив Флагами Дело Будь Верен Твоему Призванию Но Пусти Я Вам Рассказывал Про Собаку Хозяин Умер Собаке Не Сказали Похоронили Его Собаке Не Сказали Собака Подумала Что Хозяин Уехал Когда Прошла Неделя Собака Не Видел Хозяин Собак Вышел Нашел Где Запах Как Они Ехали Они Ехали До Болницы Как Они Вышли С Болницы Он Нашел Запах И Попал На Могиле Через Неделю Когда Родственники Пришли Нашли Собаку В Шоке Они Пытались Отобрать Собаку Оттуда Собака Лежала На Могиле Своего Хозяина И Охранитель Говорит Что Он Уходит Иногда Искать Еду На Пару часов И Быстро Возвращается Хозяин Умер Дом Собака Сил Верен Верна Собака Своему Хозяину Будь Будь Верен Своему Призванию Будь Верен Свою Цель Жизни Твоей Что Бог Говорил Тебе Что Горело В Тебе В момент Пика Присутствия Духа Святого В Тебе В момент Расстроить Своей Депрессии Нет В момент Пика В момент Когда Ты С Богом В момент Когда Ты Что Горел Вот Это Держись И Не У Пусти Пусть Кричать Кричащих Обзывай Обзывающих Недоволничать Недоволния А призвание Твое Не отдай Это то Ради Чего Ты Родился На земле Не ради Кричащих Или Обзывающих Ради Это Призвание Пусти Скажи Да Амин Давайте Встанем Аллилуйя Подними Свою Рюку К Богу Одну Руку Скажи Господь Мое Призвание Которое Ты Мне Дал Скажи Я Беру Сегодня Еще Рас Скажи Я Беру Мою Жизнь Еще Рас Скажи Я Беру Мою Жизнь Скажи Господь Я Обещаю Быть Верным Скажи В момент Слабости Поддержи Меня Помоги Мне Скажи В момент Трудности Ободри Ободри Меня Чтобы Я Не Сдался Скажи Я Доверяю Тебе Я Уповаю На Тебя Я Сделаю Все Что Смогу Но Вдруг Не Смогу Я Доверяю Что Ты Мне Поможешь Во Имя Иисуса Амин Слава Господу С миром Божьим Пусть вас Бог Благословит